Богу, братья и сестры, после таких псалмов только молиться и все. Войдет царь славы, дай Бог, чтобы он вошел в каждую жизнь, а когда в жизнь кого-то он вошел, чтобы он там оставался, жил всегда, и мы с ним жили. Аминь, братья и сестры. Хорошо, друзья, я хочу порассуждать на одну тему, над которой я так давненько уже думаю, рассуждаю, смотрю, как жизнь происходит, как что-то меняется. А тема звучит очень просто. «Долготерпение Бога, почитайте спасением». Откроем 2 Петра, 3 глава, я прочитаю это место, и мы порассуждаем. 2 Петра 3, 15. «И долготерпение Господа нашего, почитайте спасением». То есть апостол Петр, когда рассуждал, когда он говорил людям, он в этой главе, прочитайте дома, она очень интересная, он рассказывает о том, что появились наглые ругатели, люди, которые говорят, ну где вот это все, что вы обещали, ну где пришествие, где вот это вот Христос вернется, ничего этого нет. Жили, умирали, хоронили, и все так же происходило. Петр ведет диалог, в церкви пишет, и говорит, что эти люди не знают, что вначале первый мир был затоплен, а этот мир сгорит. И вот рассуждая, рассуждая о нападках, которые испытывает церковь, рассуждая об этом всем, Петр говорит очень-очень сильную фразу. «Долготерпение Господа, считайте спасением». И сегодня об этом хочется поговорить. Терпелив ли наш Бог? Конечно, терпелив. Он долготерпелив, он многомилостив, он жалеет о бедстве. Наш Бог, он совсем другой, если бы просто вот кто изучал какое-то религоведение или просто интересовался, то посмотришь другие культы религии. Но это жуткий Бог. У них Бог какой-то страшный, жестокий, требует человеческой жертвы, требует, чтобы вокруг Него... Наш же Бог совершенно не такой. Мы верим в Бога, который пришел в этот мир, умер ради этого мира, воскрес и ожидает, что мир на Его любовь ответит Ему тем же. Наш Бог долготерпит, много милостив. Он, даже говоря о том, что наказание за грех смерть, откладывает это наказание как можно дальше, давая людям покаяться. Вся Библия, она полна примерами Божьего долготерпения. Ну, даже Христос, когда говорил, вот Он рассказал притчу, которая показывает пример долготерпения Божьего. Когда приходит человек, у него дерево, смоковница, плодов нет давно. Говорит, да срублю ее и выкину. А ему тот, кто следит за огородом, говорит, да не, не, ну давай еще год дадим, еще навозом обложим. Вот у меня такая смоковница растет. Плодов мало, хочу срубить, ну, жду. Вот. Поэтому притча показывает о том, что терпит Бог, любит, заботится. В Ветхий Завет мы видим, когда приходил пророк Божий Иона в город Неневию, принес от Бога слово, где он сказал, еще 40 дней этот город будет уничтожен, потому что от мала до велика здесь все грешат и живут неправильно. Но когда весь этот город покаялся, то Бог отстранил это наказание. Бог долготерпеливый и многомилостивый. Интересно, один из для меня таких очень ярких примеров Божьего терпения, Божьего долготерпения, и как вот сердце Бога, когда он дает человеку даже иногда самый последний шанс. Это книга «Бытие», 7 глава, 7-7. Очень простая история. Там Ной уже заходит в ковчег. Но обратите внимание, «Бытие» 7-7. «И вошел Ной, и сыновья его, и жены его, и жены сыновей его, и жена его, с ним в ковчег отвод потопа». Он зашел, закрылась дверь. Вот они там находятся. 10 стих. Через 7 дней воды потопа пошли на землю. То есть даже Ной, когда зашел в ковчег, еще находился там 7 дней. Еще неделя ничего не происходит. Почему? Зачем? Уже все сказано, приговор вынесен, а потому что Бог долготерпеливый, многомилостивый. Мне кажется, что даже вот эти 7 дней, это последняя неделя для человечества. Прийти, покаяться, и открылась бы дверь. И зашел ты в этот ковчег, и был бы спасен. Интересно, что семья моя ездила, это Кентукки, по-моему, штат, где этот ковчег так построили, как такое, знаете, походить детям очень интересно по размерам Библии. И мне жена рассказывала, там такой момент, ты становишься в дверь как-то, детали я уже, может, не сильно правильно перескажу, и как бы ничего нет. Но когда ты фотографируешься, как-то на фотографии просвечивается, что крест стоит вот здесь, что как бы эта дверь в ковчег, это как символ того, что современный человек должен прийти к Иисусу Христу и пережить его как своего Спасителя. И таких примеров в Библии очень и очень много. Проблема, почему я об этом говорю сегодня, что человек современный, долготерпение Божие, его терпение для себя понимает неправильно. И выводы делает совершенно неправильные. И об этом хочется поговорить дальше. Второе Петра 3.3. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Петр говорит, появятся наглые ругатели. Вы знаете, какая история? Я думаю, Библия не сильно в принципе-то обращает внимание, что происходит в этом мире. Библия четко определила место этому миру. Она сказала, что весь мир лежит во зле. Пророчество и все, что мы видим дальше, написано, злые люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть отца, но от этого мира. И даже когда Христос говорил между миром и своими учениками, Он им объяснял разницу. Говорит, мир вас будет ненавидеть, потому что вы не от мира. Если бы вы были от мира, мир бы любил свое и вас бы принимал. Поэтому, я думаю, все опасения и все переживания, которые Библия описывает, они будут касаться того, что похожие люди начнут появляться в христианском обществе. В христианской церкви начнут появляться, как мы видим, наглые ругатели. Или, как пишет апостол Павел, люди будут злые, неблагодарные, непокорные родителям, более сластолюбивы, нежели бога улюбивы. Посмотрите на современного христианина. Что он выберет? Боголюбие, любовь к Богу, или сластолюбие, любовь к удовольствиям, к чему-то такому. И тогда все понятно. И об этом переживали апостолы, об этом переживал Христос, об этом переживает современная церковь, что в церкви появляются наглые ругатели. Люди, которые... Да ничего не происходит. Люди, которые привыкают к Божьему долготерпению, люди, которые терпение Божье для себя начинают понимать неправильно. Ведь у Бога одна великая цель – это спасение твоей и моей души. Ради этого он только готов терпеть. Но когда человек начинает неправильно понимать, перекручивать, то тогда происходят другие вещи. Давайте об этом поговорим. Первая мысль, которая закрадывается в голове верующего человека – Бог не такой сильный, как о нем говорят. Бог слаб. Если бы Бог мог, Он бы всех поставил на колени, Он бы всех смирил, Он бы весь мир был Ему верующий. Что же это за Бог такой, который не может людей заставить Ему поклоняться? В том-то и дело, что Он может, но Он не хочет. Это не Его цель – физически заставить людей Ему поклоняться. И как раз таки в том, что Бог создал человека со свободной волей, с правом выбирать. И выбирать даже не себя, это еще одно доказательство Его Божьей любви. Обратите внимание, когда дьявол разговаривал с Христом, когда он предлагал Ему все царства мира, все, говорит, поклонись только Мне. Скажите, физически дьявол мог поставить Христа на колени? Конечно. Христа и поставят физически на колени, когда Его будут бить, когда Его будут избивать, когда у Него силы не будет, Он будет под этим крестом падать. Физически-то можно любого человека на колени поставить. Ударь по ногам, сломай, на пол Его урони. Но дьявол же хотел не этого. Дьявол же хотел совсем другого, чтобы духом склониться. И сегодня, понимаете, человек может жить, гордо кричать, что я вот на коленях татуировки бандиты делали, эти колени ни перед кем не преклонятся, не понимая, что они давным-давно уже преклонились перед дьяволом и его жизнью. Так вот, Бог совсем не слабый и очень не слабый. И Библия говорит об этом. Страшно впасть в руки Бога живого. В другом месте написано, Бог силен, у Него есть сила смирить всех ходящих гордо. Как только человек, который как-то в жизни расправляет крылья и думает, я чего-то стою, и Бога отодвигает на скамейку запасных, как в футболе или в любом спорте, то Бог может показать, кто хозяин этого мира. И Бог может так показать, что человек потом приходит в полное чувство. Знаете, как говорят там, ну вот когда там или проснулся, или что, или задремал, то такое ведро холодной воды обдали тебя, и ты сразу, сразу, моментально просыпаешься. Бог может с каждым так поступить, потому что Бог не человек. Потому что Бог в Ветхом Завете показывал свою силу многократно. Ну представьте, Египет, огромная страна, которая на тот момент это пик цивилизации. Интересно, что 10 египетских казней это не просто какие-то сверхъестественные вещи. Каждая из казней символизировала победу над определенным египетским божеством. Например, у них было верховное божество Ра. Они верили, есть Бог Солнца Ра, который дает всему свет и так далее. И помните, одна из казней, какая была тьма целый день. Цвета нет. И египтяне, молитесь своему Ра, покажите, что он может. Он ничего не смог, а Бог смог. И многие другие казни, это был символ, ну как бы они показывали, что это была духовная битва, победа. Поэтому Бог силен смирить каждого, кто ходит гордо. Не нужно его испытывать. Не нужно даже мысль допускать, что Бог слаб, или я контролирую свою жизнь. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы сегодня слышали про Иова, про человека, в руках которого было богатство, семья замечательная, все хорошо. И Бог позволил дьяволу прикоснуться к жизни этого человека. И в течение одного дня он хоронит всех детей, он теряет все богатства, он бедный становится, болезнь получает страшную. И все. Его жизнь разворачивается кардинально. Но сила в том, что этот человек остается верным Богу, потому что, будучи богатым, обеспеченным, счастливым семьянином, он четко понимал, кто ему все это дал. Он четко понимал, как надо жить. Он вставал каждый день, у него 10 детей, он совершает жертвоприношения о каждом из них. О каждом из них. Режет какого-то овцу, корову, кто там у него есть. Потому что он четко понимает, кто ему и что в жизни дает. И даже оказавшись бедным, больным человеком, он произнесет историческую фразу. Он скажет, Бог дал. Бог и взял. Да будет имя Господне благословенно. Фактически-то брал у него не Бог, а забирал у него все дьявол. Но Иов понимал, что если Бог не позволил бы этому сценарию в жизни произойти, то ничего бы не было. Бог не слабый и никогда слабым не был. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Знаете, даже чисто физический пример. Я помню, в школе я учился, и нам был мальчик один, хороший парень такой. Он пошел в 6 лет в школу. Мы все пошли с 7, а он в 6 лет. Ну там понятно, что он пошел в 6 лет. Он всех на голову выше. У него вот так два кулака сложи вместе. Это больше моей головы. Здоровый парень. Но детям же не объяснишь. И были мальчики, которые его о, малолетка-малолетка обзывали. Я-то смотрел, малолетка с моего отца ростом почти. И этот мальчик, зная свою физическую силу, не помню, чтобы он вообще с кем-то когда-то дрался. Вообще спокойный был. Но однажды его допекли. Взмах руки, и мальчик отдыхает. Другой, который говорил малолетка, Богу не нужно постоянно доказывать. Но если он возьмется за чью-то жизнь, то тогда он знает, как, кого и на какие струны давить. Другая мысль, которая закладывается, и человек неправильно понимает Божье долготерпение, это мысль о том, что Богу, в принципе, вообще все равно на мою жизнь. Иначе бы он уже давно отреагировал. Это неправда. Богу не все равно. Много мест Библии, где Бог показывает свою любовь. Наверное, одно из самых ярких, где Бог говорит, оставит ли мать грудное дитя. Какая мама, родив ребенка, может оставить его и бросить? Но, к сожалению, сегодня и такое найдется. И Бог, видно, понимая и предвидя это, и он сказал пророческие слова, но даже если и так, я вас не оставлю. То есть, когда мы сегодня слышим историю, когда женщины рожают детей, бросают и живут своей жизнью, то Бог говорит, что даже в земной жизни такое произойдет. Но я же вас никогда не брошу. В другом месте написано, тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и чего? Он вникает во все дела человека. Мы слышим нужды, записки, и вот общаешься с людьми. Это очень трогательно для меня слышать, когда люди в простых вещах как-то обращаются к Богу и отвечает им Бог. Говорит, рассказывал один, говорит, ехал я, колесо пробил, сестра наша. Я же, говорит, с машиной ноль, вообще ноль. Какое-то захолустье, какое-то там, я, говорит, человека видела только 30 минут назад, где-то какими-то огородами ездила. Говорю, Господи, помоги, не знаю, как раз едет какой-то фермер, какой-то дедушка, на какой-то там старом трачке, дедушке там лет 70, и трачку, наверное, столько же, одного года они. Что тут как раз поменял? И поехал дальше. Откуда приехал? Куда? Я говорю, Господи, спасибо тебе. Да потому что Бог вникает во все дела человеков, помогает и отвечает. Ему далеко не все равно, но Он терпит нас. Долго терпит, потому что там на небе есть ходатай, или по-английски касайндер, поручитель, заступник, адвокат, все эти слова будут правильны. Это Господь наш Иисус Христос, который написан в воссел одесную Бога, дабы ходатайствовать, защищаться, заступаться. Там в духовном мире, который нам непонятен, который мы увидели первый раз в книге Иова, там происходит вечная борьба, когда приходит дьявол и тыкает на все наши пороки и грехи, или наоборот, на то, что говорит, о, конечно, Бог, вот смотри, как этот живет, ты у него заберешь, он тебя оставит. Но там есть Иисус Христос, который заступается за своих поверьев, ходатайствует. И эту духовную войну мы поймем только, когда уже там окажемся. Богу не все равно. Бог любит каждого человека, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все достигли познания истины, долго терпит. Самая опасная, мне кажется, из этого списка мысль, которая залазит в сердце верующего человека, если Бог не наказал меня за данные вещи, то значит, это нормально, и Бог с этим согласен. А дальше добавляйте, что хотите. То это не грех, то это нормально, то это старые тексты и тому подобного. Против таких людей Библия сказала одну очень интересную фразу, где Бог сказал, ты это делал, а я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Ты подумал, ты позволил себе думать, ты начал голову класть мысль, но если бы Бога так это все расстраивало, то уже давно бы он как-то отреагировал. А то ж смотри, сколько людей себе позволяют и живут. Да, и будут жить. Это катастрофа, потому что отреагирует Бог потом на великом суде. И лучше бы для такого человека, конечно, лучше бы, чтобы Бог уже отреагировал бы здесь. Написано, будучи наказываемыми, дабы не быть осуждены с миром. Потому что когда-то Бог за все возьмет свое слово и скажет свое слово. И Бог судья праведный. И Бог тот, на суде которого не пойдет ни родство, ни лицеприятие, ничего. Мне понравилось, очень интересно мысль. Один человек поделился, а как некоторые люди толкуют вот эта гиена огненная, великий суд. Ну, как-то интересно на эту тему порассуждать, но одна из мыслей мне понравилась. Я всегда представлял это вот как некий суд, заседание. Но один человек сказал, выглядеть будет примерно так. Тебе покажут всю твою жизнь, как ты прожил и как ты поступал. А потом покажут другой фильм, как могла бы пройти твоя жизнь. И какой бы дорогой она пошла, если бы ты в этих, в этих вопросах поступил бы по-другому и сделал бы другие решения. И увидя разницу между этими двумя фильмами, ты сам себе скажешь, что в гиену меня. Ну, для верующего человека есть великое спасение, потому что написано, верующий в Сына Божия. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слава Богу, братья, за эти слова. Слава Богу, что мы не боимся этого суда, потому что там никто не устоит. Никто не устоит. А мы придем на другое место, где написано, всем нам предстоит прийти куда? Предсудилище Христово, где мы что будем получать? Приговоры? Нет. Где каждый получит награды. То есть, представляешь, у живущих людей есть выбор, куда они пойдут после смерти. Одни пойдут на суд Белого Престола, суд Божий, где они ответят за каждое свой поступок, за каждое свое дело. И как оно там будет, это уже не мне решать. А другие, которые во время земной жизни поверили в Иисуса Христа, приняли Его своим спасителем, также ошибались, также не все получалось, но жили достойно, ценили Божьим долготерпением, ценили тем, что Бог терпел каждого человека, те пойдут на судилище Христово. Нельзя развивать мысль, что если Бог не наказал, то Бог согласен. Совсем нет. Ну, давайте окунемся в библейские примеры. Была такая семейная пара, Анани и Сапфира, эти люди, которые обманули в церкви. Они обманули, там было такое состояние церкви, где люди продавали свою недвижимость, какие-то дома, жертвовали в церковь, как-то очень такой сильный был подъем христианский. И была одна пара, которая, с одной стороны, не хотела жертвовать так много, с другой стороны, не хотела плохо выглядеть в обществе. Опять-таки, повторюсь, поправлюсь, что никто никого не заставлял. Ты мог жертвовать, сколько ты считаешь нужным, как и сегодня, как ты считаешь, так и живи. Эта пара обманула, продали дом за одну цену, принесли в церковь, сказали, мы за эти деньги и продали дом. И апостол сказал, что вы обманули, и за это вранье в церковном доме вы умрете вначале. Муж, жена, они оба умерли. Скажите честно, с той поры, можно ли допустить, что люди, ну, некоторые, позволяли себе в церкви обманывать? Ну, конечно, ну, ничего ж не поменялось. Но мы не слышим истории, чтобы люди мертвые падали в церкви. Почему? Бог стал нормально смотреть на эти вещи? Бог с этим согласился? Нет. Здесь важно понимать, как работает Библия. Бог озвучивает свое мнение, показывает, оно попадает на страницы Библии, все. И с этого момента ты знаешь. Недаром в Библии написано слово мое, оно будет судить вас. Вот вы прочитали, увидели, вот по написанному слову каждый будет судим. Вот прочитали мы, что был момент, когда Содом и Гомора, города, довели себя развратом до такого состояния, что Бог их спалил. И сегодня так что-то не происходит, не горят города из-за этого, но Бог сказал, что я по-прежнему очень мерзко и гадко смотрю на эти вещи. Если Бог озвучил свое учение к Николаитам, я его ненавижу, то он по-прежнему ненавидит всякое лжеучение, всякую ложь, всякую, когда Библию перекручивают. Он по-прежнему точно так же на это все смотрит, но он терпит, он долго терпит, не желает, чтобы кто погиб. Последняя мысль, мы будем подходить к молитве, но она очень важная. У каждого долготерпения и даже у Божьего долготерпения есть предел. Оно не бесконечное, оно не все прощающее, оно имеет определенные границы. Эти границы были озвучены первый раз в книге «Бытие», где Бог сказал, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми пред людьми, пусть в дни жизни их будут вот столько». Там около 120 лет сказал. Интересно одно из мнений, что люди после этого стали жить 120 лет, другое, ну где-то вот 100, чуть больше мы их редко видим. Другое мнение, что Бог сказал, что вот с этого момента, примерно там около сотни лет вновь строил ковчег, то есть вот он отмерил границу. Но вот эта мысль тоже в Библии очень часто появляется. Мысль о том, что даже у Божьего терпения, долготерпения, сверхтерпения есть предел и есть конец. И вот человек может зайти за эту линию, и тогда катастрофа. Например, в книге Откровения Иисус сказал, «Я дал ей время покаяться, но она что? Не захотела». «Я дал ей время покаяться, но она не захотела». У Иуды тоже была проведена определенная линия, где Он ему сказал, что хочешь делать, делай скорее. Иуда тоже не сразу стал предателем и ассоциацией, что это предательство. Вначале это был один из апостолов, который позволял себе подворовывать деньги. И Библия говорит ему, что сказал это не потому, что думал о бедных, а потому, что был вор. Это первая стадия падения. А потом наступает момент, когда про Иуду написано «И вошел в него Сатана». Не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми пред людьми. Не вечно будет терпеть Бог тебя и меня. Если мы, рассуждая сегодня, слыша эти слова, понимаем, что нам есть вещи, которые нужно исправить, то нужно серьезно их исправить. Потому что, возможно, Бог и говорит сейчас к чему-то сердцу, что ты на границе. Помните, Бог одному человеку сказал «Грех лежит у подножия сердца твоего, но ты господствуй над ним». Вы помните, кому это было сказано? Помним. Он не господствовал над грехом. Он так и совершил этот грех. Братья Иосифа, которые зависть, вот это все внутренний конфликт, рано или поздно подвел их к тому, что, собственно, у брата вначале хотели убить, а потом продать. И можно много-много привести примеров в Библии, где граница Божьего терпения была подведена итог. Где Бог говорил «Довольно, хватит, достаточно». Где Он говорил «Достаточно для тебя моей благодати». Но закончить я хочу, конечно, не на этом стихе. Я хочу закончить на послании к римлянам 2, 4. Мы говорим о Божьем долготерпении, о том, что Бог любит нас. И вот этот стих, который уже апостол Павел, другой апостол, и он очень похож с апостолом Петром, что лишний раз показывает, как один дух руководил этими людьми. С третьего. «Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Неужели ты отвергнешь богатство благости, кротости, долготерпения Божьего? Мы сейчас будем молиться. Если у кого-то на сердце побуждение такое, и вы понимаете, что это к вам было сказано, пожалуйста, у нас в церкви это очень в простоте можно сделать, можете пройти наперед, помолиться служителям. Если там, где сидите, там, где сидите. Но одно я хочу сказать, что если кого-то беспокоит, и кто-то понимает, что он подходит к какой-то границе, или он какой-то грех уже давно в своей жизни узаконил, давно сам себя успокоил, что это нормально, это ненормально. И то, что Бог еще не наказал, это только ему слава и благодарность, что он долго терпит. Но когда-то этому тоже может прийти конец. Будем молиться. Аминь.